20-летний Роман Угрюмов жизнерадостный и открытый. Увлекается фотографией, видеосъемкой, компьютерными играми. Он особенный парень, солнечный. При рождении мальчику поставили диагноз – синдром Дауна. Отказаться от малыша у Светланы даже мыслей таких не было. Они с сыном всему учились вместе. Маленький Рома первым буквам и цифрам. Светлана – принятие того, что не можешь изменить. В жизни супругов Копылбековых солнце светит каждый день. Уже семь лет. И улыбка сына, как его лучи, согревают и обволакивают какой-то особенной любовью. Абу – так ласково называют мальчика родные. Третий ребенок в семье. Дочери родились без патологии. После рождения сына с синдромом Дауна муж Даны семью не бросил, как это часто бывает. Напротив, стал главной поддержкой и опорой ребенку. Сегодня Абу активно занимается футболом. Недавно занял первое место в фестивале по адаптивному футболу. Мой муж все это нормально принял. Он сказал, что это наш ребенок. Аллах нам дал такого замечательного сына. И мы будем его воспитывать, вводить его в кружки. Будем заниматься его обучением, воспитанием. В этом плане у нас все хорошо. Забота, понимание у нас в семье. И поддержка наших родных и близких. Чтобы в современном обществе дети не чувствовали себя лишними, напрямую зависит от каждого из нас. Волонтер Надежда Лукьянова и фонд Ерик Щежол организовали занимательную арт-терапию. Творческий процесс увлек не только детей, но и родителей. Яркая палитра, шарики, угощения и подарки создают праздничное весеннее настроение. Я думаю, что этот мастер-класс я посвящу весне. А весна – это лично для меня ассоциация с птицами, со свободой. Поэтому сегодня ребята будут делать птиц. Арт-терапия для всех, кому нужно душевный покой, доброе настроение. Любая болезнь – это в первую очередь у нас в голове. И для того, чтобы не зацикливаться еще больше, не ставить на себе крест. Естественно, дети с помощью поддержки родителей должны выходить в свет. Это еще больше подарит им веру в себя. И больше даст духовных сил, чтобы бороться с этим недугом. Детей с синдромом Дауна часто называют солнечными детьми из-за их дружелюбия и приветливость. Особенно и дети проживают всю гамму эмоций, как и здоровые мальчики и девочки. Синдром Дауна или трисомия 21 – неизлечимое состояние. Детям с таким диагнозом важно на ранней стадии организовать правильный уход, благодаря которому они смогут жить полноценной жизнью. У человека должно быть 23 пар хромосом, но у них 21 хромосома получается лишняя. Например, у человека, ну, врожденный как было к человеку, должно быть 46 хромосом, а у них получается 47. Наличие 21 хромосомы в целом. Что хромосомные патологии, учитывая, что хромосомы в геномах, оно у нас уже есть, поэтому оно не лечится. Реабилитационную помощь детям оказается. Это ЛФК наши, физиотерапия, логопедия, психопедология, массажа, ЛФК. Вот эти все, она включается в реабилитацию ребенка. Специалисты пока не могут ответить на вопрос, что именно вызывает неправильное формирование хромосом. Существуют лишь факторы, тесно связанные с возникновением таких мутаций и увеличивающие вероятность рождения детей с генетическими особенностями. Если женщина рожает уже после 37 лет, уже как бы считается риск повышенным. Мы предлагаем им уже сразу же инвазивные процедуры. Даже если вот этот наш анализ, комбинированный тест, выходит нормальным. Потому что с каждым годом, когда женщина возрастом растет, все равно яйцеклетка, она тоже стареет. И сперма тоже в данном случае. Поэтому риск, конечно, возрастает. В Шемкенте на учете синдромом Дауна состоят 215 детей. Медицинскую реабилитацию по показаниям прошли 175 несовершеннолетних. Родители солнечных малышей надеются на открытие в городе отдельного реабилитационного центра для детей с ментальными особенностями.